Приветствую вас, Екатерина. Вы пишите, парень 2 недели каждую секунду практически общается с другой девушкой. Сегодня спросил о ней, сказал, что она хороший собеседник, она действительно ему нравится снаружи и внутри. Защита сказал, что она из другого города и к тому же у него есть я. Что делать? Я бы сказал, что необходимо проанализировать ваши отношения с мужчиной, потому что явно его что-то не устраивает в вашем взаимодействии. Вот. Раз он прямо каждую секунду общается с другой девочкой. А вам необходимо поработать над, во-первых, своей резностью. Причинами, которые являются или может являться неуверенностью в себе, сомнения, страхе. Страх от засад, ну и, например, вот, страх измены, собственно, нереализованность отношения к мужчине, как к предмету пользования, то есть, то, что вам мужчина принадлежит именно. Склонность к сравнивать с себя, вот, и другое. Ревность это такая вот глобальная системная характеристика человека, которая может доправить любые отношения. Вот. И что самое примечательное, то, что у ревности есть так называемая вторичная выгода, которая мотивирует человека снова и снова, ну, идти на поводу у ревности, вот, и разрушать тем самым отношения. Вот. Вторичная выгода может быть, например, в страхе эмоциональной близости, в страхе откровенности, вот, в страхе той же семьи, например. Вот, шесть вариантов, как вы видите, сами достаточно, достаточно много. И все эти варианты, все они могут быть основаниями для ревности, вашей ревности. Соответственно, речь идет о том, чтобы вы могли разобраться в себе, чтобы вы могли раскрыть свои желания, раскрыть свои конфликты, свои противоречия. Увидеть их, взять на себя ответственность за них, вот. И уже после этого выстраивать отношения с мужчинами без каких-либо проблем, без каких-либо, ну, таких вот серьезных конфликтов. Не боясь, например, того факта, что мужчина вам, например, может изменить, допустим, и так далее. Вот. То есть, такая, такая вот, такая вот история, такая вот ситуация, такая вот, такой вектор можно предложить вам. Вот. То есть, с одной стороны, это гармонизация вашего состояния психического. И с другой стороны, это гармонизация ваших отношений с мужчиной. Вот. Более, как сказать, концентрированная направленность на него и более концентрированная направленность на то, чтобы дать ему все необходимое, молодому человеку. Я имею в виду. Вот. Это очень важный элемент, это очень важный момент. Потому что от этого зависит, собственно, все, вообще все. Вот. Такая вот история. Знак, конечно, тревожный, тревожный, что молодой человек, с одной стороны, да, в каждую секунду общается с девушкой, говорит, что она ему нравится. Значит, значит, ну, говорит, что она ему нравится внешне, да, и внутренне. Вот. Это, конечно же, не может быть приятно. Вот. Само все равно, получается, вообще, вы не на первом месте с одной стороны. Но, с другой стороны, это, у этого есть следствие, и следствие, это именно то, что вот вы, может быть, сами склонны себя, значит, сравнивать и сами склонны себя обесценивать. Вот. То есть, проблема может быть в этом, на самом деле. Вот. И решать ее, эту проблему, желательно, ну, вот, в таком ключе. Решая именно первопричину. Вот. А не, а не, значит, какие-то следствия только. Вот. Это очень важно. На самом деле. На самом деле. Это очень важный момент. К тому, как, ну, вы понимаете. К тому, как, вы понимаете, что, если не рассмотреть это, если не разобрать это, то, проблема вполне себе может повториться. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было вам полезно. Обязательно разберитесь в своем доминирующем ощущении, которое вы испытываете, которое вы чувствуете, которое вы ощущаете здесь и сейчас. Вот. Обязательно это сделать. Это очень необходимо. Вот. Чтобы лучше понимать, что с вами происходит и как. И как. Дальше уже можно будет работать. Вот. Дальше уже можно будет заниматься психотропией. Вот. Такая вот история. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Такая вот. Продолжение следует...